У всего, что нас окружает, есть прошлое. У человечества, у растительного и животного мира, у атмосферы и океанов, у суши и у самой планеты Земля. Солнце немного старше Земли, а галактика значительно старше Солнца, значит и у Земли, и у Солнца есть свое прошлое. Есть оно и у галактики. Казалось бы, все просто и ясно, но если копнуть глубже в космос, то простое и ясность меняется непонятным, загадочным и таинственным. Узнав о расширении Вселенной, Большом Взрыве, люди задумались, а что было до него? Дать однозначный ответ вряд ли невозможно, ведь мы лишь песчинки, которые едва ли доживают до 100 лет. А это ничто в масштабах даже нашей Солнечной системе. Но все же мы попытаемся это сделать. Взявшись за раскрытие главной тайны Вселенной, что было до Большого Взрыва, человечество получило не один, а довольно много ответов и порой весьма неординарных. Предлагаем рассмотреть некоторые из них. Главный из ответов сводится к тому, что до Большого Взрыва не было вообще ничего. Невозможно себе представить, когда и почему такое могло произойти. Ведь мы понимаем, ничто это полное отсутствие не только материи, молекул и атомов, но даже времени и пространства. Будем реалистами. То, чего не существует, нельзя потрогать. К нему неприменимы обычные законы. Как, впрочем, и все, что мы видим. Все разнообразие Вселенной, галактик, Земли и все, что на ней находится, как все это могло образоваться из ничего, звучит крайне неубедительно. Зато стоит признать, что это богатая почва для деятельности писателей-фантастов. Существует еще одна любопытная теория. Некоторые предполагают, что по ту сторону этого события находится зеркальная Вселенная, где время движется в обратную сторону. Суть концепта такова. В свое время было обнаружено множество античастиц. Антинейтрино, антипротоны, антигелий и так далее. Некоторые умы задали закономерным вопросом, что было бы, если бы Вселенная состояла по большей части из антивещества? Как выглядел бы мир, звезды, планеты и живые существа? Наверное, антистранно. Если просто подменить материю антиматерии в уравнениях, то никакого внятного результата не будет. Хотя бы потому, что уравнения эти были созданы в рамках привычной нам Вселенной. Поэтому был разработан концепт зеркального мира, где все части будут вести себя, как зеркальные копии самих себя. И по логике вещей, в таких условиях законы нашей Вселенной работать не будут. Как поведет себя в таком случае время, тоже непонятно. Однако авторы идеи предположили, что при перемотке времени вспять сначала сольется в двухмерную плоскость, а затем вновь развернется в трехмерную структуру, только зеркально отраженную, в которой большой взрыв не был началом времени. В этот момент просто поменялась ориентация пространства. Иными словами, сломалась не физика, а карта мира. Впрочем, большинство космологов предпочитает обходить этот вопрос стороной, поскольку он предполагает, что время не существовало до Большого Взрыва, а значит, мы не там ищем. Интерес представляет и модель названной Спящей Вселенной. Возможно, до Большого Взрыва Вселенная представляла собой некое очень компактное, медленно эволюционирующее статичное пространство. Эта предвзрывная Вселенная должна была обладать метастабильным состоянием, то есть быть стабильной до того момента, пока не появится еще более стабильное состояние. По аналогии, представьте обрыв, на краю которого в состоянии вибрации находится валун. Любое касание до валуна приведет к тому, что он сорвется в пропасть или что ближе к нашему случаю произойдет Большой Взрыв. Согласно некоторым теориям, предвзрывная Вселенная могла существовать в ином виде, например, в форме сплюснутого и очень плотного пространства. В итоге, этот метастабильный период подошел к концу, она резко расширилась и приобрела форму и состояние того, что мы видим сегодня. Рассмотрим еще не менее интересный вариант. Приверженцы этой теории утверждают, что до Большого Взрыва существовали две другие Вселенные, развивающиеся по собственным законам. Какими именно они были, ответить сложно. Но согласно выдвигаемой теории, Большой Взрыв произошел в результате их столкновения и привел к полному уничтожению прежних Вселенных и одновременно к рождению нашей существующей сегодня. В подтверждение этому приводит теорию сжатия отдельных участков в пространстве, которая говорит о том, что Вселенная существует и существовала всегда. Меняются лишь условия ее развития, которые приводят к исчезновению жизни в одном регионе и возникновению в другом. Жизнь исчезает в результате схлопывания и возникает после взрыва. Как бы парадоксально это не звучало. Таких теорий и гипотез десятки, если не сотни. В чем-то они схожи, в чем-то кардинально противоречивы. До какой степени приблизились к истине последователи той или иной гипотезы, сказать сложно. Каждый выбирает то, что ближе к его пониманию. Однако стоит признать, некоторые вещи во Вселенной неизменны. И это обязательно нужно учитывать. К счастью, технологии и новые методы исследования не стоят на месте и человечество продолжает постигать грани науки. К примеру, сегодня, как никогда теория Большого Взрыва пользуется доверием абсолютного большинства ученых, изучающих раннюю историю нашей Вселенной. Она и в самом деле объясняет очень многое и ни в чем пока что не противоречит экспериментальным данным. Поэтому давайте попробуем вернуться в прошлое, опираясь на настоящее. Согласно общепринятой космологической концепции теории Большого Взрыва, наша Вселенная возникла из экстремального состояния физического вакуума, порожденного квантовой флуктуацией. Флуктуация – это любое случайное отклонение какой-либо величины. Так вот, в этом состоянии не существовало ни времени, ни пространства, а все фундаментальные физические взаимодействия были слиты воедино. Позже они разделились и обрели самостоятельное бытие. Сначала гравитация, затем сильное взаимодействие, а уже потом слабое и электромагнитное. Современные физические теории просто не в состоянии осмысленно работать с более короткими промежутками времени. Считается, что для этого нужна квантовая теория гравитации, которая пока не создана. В контексте традиционной космологии нет смысла рассуждать о том, что происходило до начального момента времени, поскольку времени в нашем понимании тогда просто не существовало. Это Вселенная, которую мы сегодня знаем. Если бы нам удалось вернуть время вспять, мы бы увидели, что первичная Вселенная не была полностью однородной, а она бы содержала крошечные неравномерности и плотности, ставшие в итоге семенами крупномасштабных структур современной Вселенной. Это свойство, по мнению следователей, является основным источником информации, который поможет узнать, что было до большого взрыва. Если мы представим всю информацию о том, что произошло до большого взрыва в виде кадров фильма, то стандартные часы должны рассказать нам, как его посмотреть. Без какой-либо информации о них мы не знаем, должен ли фильм воспроизводиться вперед или назад, быстро или медленно. Точно так же, как мы не можем сказать, расширялась или сжималась первичная Вселенная. И если это так, то как быстро она это делала? Стандартные часы ставят метки времени на каждом из этих кадров, отснятых до большого взрыва. И говорят нам, как проигрывать фильм. Но возникает логичный вопрос, что или кто запустил этот процесс изначально. А это совсем другая история. Если мы сможем найти набор сигналов, указывающих на сжатие первичной Вселенной, это уничтожит все инфляционные теории. Однако их будет очень трудно обнаружить, поэтому нам, возможно, придется заглянуть во многие отдаленные уголки космоса. Реликтовое излучение одно из этих мест. Распределение галактик во Вселенной другое. Исследователи отмечают, что будущие миссии предоставят высококачественные данные, которые могут быть использованы для экспериментальной проверки инфляционной модели Вселенной. Какой же мы можем подвести итог из сегодняшней темы? Правда в том, что даже несмотря на серьезные упрощения как в математических моделях, так и объяснениях, мы не нашли верного ответа. Но медленно и уверенно движемся по верному следу. И нам предстоит провести еще множество исследований, прежде чем придем к правильным выводам. В любом случае, каждая теория, гипотеза или размышления здравомыслящего человека может дать хотя бы небольшую подсказку или пазл, чтобы разрешить, возможно, самый сложный вопрос. Что же было на самом деле? До большого...